Иди сюда, видео будем снимать, иди ко мне, иди, 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 идем, 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 идем. Да, ребят, как вы уже поняли, наверное, сегодня будет видео про Еву, вообще очень, ну, прям очень, ну, в общем, многие просили, что сними что-нибудь еще про Еву, расскажи что-нибудь полезное, возможно, или просто как вы гуляете. И я думала, как именно снять такое видео про Еву, чтобы ее было как можно больше в кадре, чтобы просто так ее тупо задержать. Я решила сделать видео про, скажем так, ее ящичек, про ее гардероб, ну, не знаю, в общем, про ее вещи, просто рассказать вам, что я покупаю для нее, какие игрушки, там, какое у нее место, какая у нее одежда, что мне пригодилось, что не очень, какие-то всякие такие интересненькие штучки. Так что, да, поехали, и Ева радостная, да? Ева-то радостная? Ну, мне кажется, на самом деле она сонная. Чёрки-чёрки-чёрки. В общем, я решила начать с места собачьего, не пугайтесь, что это тут такое, на самом деле, я вам потом расскажу. Да, Ева сразу же прибежала, как так, что-то без нее происходит. В общем, вот это собачье место я заказала относительно недавно на очень крутом реально сайте, и там действительно настолько качественные вещи, я недавно вам показывала, что я наподобие места заказывала на китайском сайте, ну, как бы оно типа наподобие сравнить, просто нельзя, это небо и земля. Я решила заказать что-то максимально лаконичное и выбрала вот такой джинсовый вариант, потому что не очень люблю, когда слишком розовое что-то там, или много бантиков, каких-то бусинок. Размеры и сайт, где я его заказала, всё это напишу, естественно, под видео, как обычно. В общем, чем это место хорошо? То, что вот эта штучка-серединка вытаскивается, и её можно постирать, и всё это быстренько высохнет, да? И я вам советую, если вы будете заказывать место для собаки, обязательно просто, ребят, или там покупать, да, где-то, обязательно смотрите, чтобы вот эта штука вытаскивалась, потому что есть места, которые так сделаны, что вот эта штучка в серединке мягкая, она пришита, соответственно, когда вы будете стирать место, а его надо стирать, ну, реально, я не знаю, ну, хотя бы раз в месяц, мне кажется, то вы просто будете сушить это место очень долго, и оно напитает в себя воду, и просто изнутри не сгниёт, конечно, но будет неприятно пахнуть сыростью. Про этот сайт могу сказать, что сейчас там мега-крутые скидки на такие, знаете, типа брендовые всякие, ну, не брендовые, а такие стильные всякие пуховички, кофточки, уже которые немножечко не сезон, то есть реально то, что 2000, там сейчас 800 рублей стоит, поэтому если вы любите наряжать свою собачку или планируете, что скоро вы заведёте собаку, а к следующей зиме она немножечко увеличится и подрастёт, то как раз вот самое время сейчас что-то там заказать, я обязательно хочу там ещё порыться, потому что хотела немного другое место изначально заказать, но его не было в наличии, потому что всё просто там расхватали, я вам не мяч вот этот принесла, вот пледик, кстати, на котором я сижу, когда снимаю видео, и да, пойдёмте, я вам сейчас покажу Евин ящик, и где вообще храню я всякие её штучки, дрючки, дрючки, можно такое слово в интернете раз как говорить, и да, пошли. Да, ребят, здесь, конечно, качество съёмки гораздо хуже, потому что в коридоре стоит шкаф, да, и очень темно, как-то света вот этого от лампочки не хватает, но суть, да, вот тут опять Евина игрушка лежит, так, Ева, нельзя пока, не мешай. В общем, у меня тут есть такой вот шкаф, да, тут жуткий бардак, как оказалось, на самом деле просто он так открылся. Часть я уже вытащила отсюда, чтобы не стыдно мне было, что здесь бардак. В общем, давайте я сейчас весь вот этот ящик вытащу, где побольше и получше освещение, да, побольше света и лучше освещение, там вам всё расскажу, покажу. В общем, пришли мы снова к Евиному месту, и вот этот ящик злополучный, да, я в пижамке с Микки Маусами, эта пижамка больше очень сильно её любила. Так, давайте сфокусирую и поехали. В общем, здесь такой пакет у меня, здесь всякие Евины тряпки лежат, вот такой вот дождевичок самый обыкновенный, и я его не очень сильно люблю, то есть вот до ножки задние, вот тут передние ножки, и сверху он застёгивается, и вот так собака бегает. Не очень его люблю, потому что он Еве просто стал мал, и она в нём не очень любит гулять, и если бы он нормально нам подходил, то реально собака практически не пачкается, что супер, то есть вы приходите после дождика, и вам остаётся только помыть лапки, в основном она чистая. Здесь вот грязная, кстати, достаточно, что-то я не постирала, по-моему, в последний раз, это такая зимняя у нас курточка, миллион видео у меня есть в инстаграме с этой курточкой, я заказывала её на таксячем сайте на специальном, и здесь внутри флиз такой тёплый, да, как мех прям сделано, на шее тоже мех, и здесь Евины штанишки, штанишки от комбинезона от другого, который мы чаще всего носим, но так как сейчас достаточно тепло, там всего лишь минус 5 градусов, хотя март, да, в общем я отстегнула эти штанишки, и Ева просто в верхушке от этого комбинезона ходит. И, собственно, вот Евина богатство, основные, я, конечно, не хочу сейчас, если честно, бегать по квартире, искать остатки, потому что она их закидывает куда угодно, и расскажу вам вообще про игрушки. Эта игрушка, я не знаю, наверное, кто-нибудь признал, да, это игрушка из фикс прайса, я её на днях купила, абсолютно, мне кажется, она бесполезная, и к тому же опасная, почему? Потому что внутри вот этой штуки, вот этого вот канатика, проволока, так что, в общем, вот эту игрушку вам категорически не советую. Вот интересная игрушка, на самом деле, но, с другой стороны, она просто, да, элементарная, в ней нет ничего такого необычного, по сути, это такой резиновый мяч. Ева, не воруй там ничего, нельзя. В общем, по сути, это такой резиновый мяч, и у него есть дырочка, да, поменьше, она побольше. Сюда можно что-то напихать, там вот кусочек, кстати, с сухарикой остался, она его так и не смогла вытащить. Ну, в основном, я запихиваю сюда маленькие кусочки корма, да, её, и она так достаточно долго катает мяч, чтобы вытащить, да, по сути, как бы на логику упражнения. В общем, вот так, Ева занимается этим мячиком, трясёт там его, да, чтобы выпали вот эти крупинки корма. И тут, да, у нас куча шмоток, и ладно, давайте дальше буду вам показывать. Это мячик Fixed Price, один из самых любимых Евиных мячиков. Нормальный мяч, в нём нет ничего такого, не пахнет химией, просто вот мяч. Это также из магазина, по-моему, 4 лапы, не помню точно игрушка. В общем, суть её в том, что когда она стукается, она начинает светиться. Её надо порыться обязательно, проверить, что у неё там лежит в шкафу. Вообще, я нашла такую забавную вещь, это первый вообще костюмчик, который ещё буллин был. Это гетро, обычные гетро, я вырезала две дырочки для лапок, для передних, и обметала их крючком, провязала вязкой. И вот так носили наши таксы. Сначала булька, да, была маленькая, потом Ева, кстати, на Ева до сих пор лезет. И почему на Ева до сих пор лезет? Многие спрашивают, Ева такая у тебя худенькая. Ребят, на самом деле, Ева не настолько худенькая, потому что просто все привыкли, что таксы достаточно толстые, и толстыми они быть не должны. Но на самом деле у Евы есть некоторые проблемы с пищеварением, я, естественно, её лечу, пролечиваю, и у неё скорее такая просто конституция, такое строение. Мне не очень хочется медицинские системы затрагивать, потому что у всех собаки индивидуальные, так что давайте эту тему больше не будем поднимать, говорить, что я не кормлю Еву, мучаю её или ещё что-то. Это полный бред. Ладно, давайте дальше, не будем о грустном. В общем, вот эта штука оказалась полностью бесполезной, она была в наборе для чистки зубов, там была зубная паста, зубная щётка, я вам уже показывала в одном видео. И вот это было кольцо, которое якобы собака должна грызть и себе массировать дёсна. Ева к ней просто полностью равнодушно играет, только если я все остальные игрушки прячу. Дальше, вот такая бутылочка, мне она досталась в коробочке Glory Box, специальной собачьей коробочке, как, ну, бьюти-боксы всякие для девчонок с косметикой, такая же есть коробочка для собак. В общем, вы в эту бутылочку наливаете воду, да, Ева? Воду наливаем. И когда ваша собачка захотела пить, вы просто вот так переворачиваете на улице, и водичка поступает сюда, вот в этот поддон, и собака может нормально попить. То есть вам не надо думать, куда бы налить собаке воды, и, по сути, вся эта конструкция занимает место не больше, чем обычная, там, бутылочка 0,5, плюс её можно прицепить куда-нибудь, там, к рюкзачку или ещё куда-то. Вот бомбовая игрушка, ребят, вот что с этой игрушкой, специально вам сделала зум поближе, она полностью в Евиных зубках. Эта игрушка называется Лайкер. Ева до такой степени у меня выпрашивала эту игрушку и дома, и на улице, и постоянно бегала с ней, что она случайно, то есть по моей вине, по сути, стёрла заднюю подушечку на лапке. То есть мы столько долго с ней играли в этот мячик на улице, так она не хотела идти домой, и я, в принципе, даже и не знала, что такое может быть, что у неё на задней лапке немножко стёрлась подушечка. В общем, я сейчас обрабатываю лапку хлоргексидином, бионоцином, ничего, какой-то там мазь, в принципе, не всё так плохо. Вчера вот, например, у нас этот мячик украла собака на улице, и я долго бегала потом за этой собакой, и хотела забрать для неё мячик. Собаке настолько понравился мяч, что она не хотела в итоге нам его отдавать, и мы кое-как договорились с ней. И давайте по-быстренькому расскажу вам про всякие поводки, и расскажу, какие лучше нам подходят, а какие нет. Да, вот такой вот я купила ошейник, он был один в ближайшем магазине, он был со стразами, я ненавижу такие ошейники, потому что, видите, да, многие стразы выпали, это некрасиво, во-первых, во-вторых, это опасно для других собак, когда Ева с ними играет, они могут поцарапаться, или Ева может за что-то зацепиться. И вот такой вот у нас поводочек, достаточно он толстый, и вот тут у меня висит такой фонарик, это фонарик из фикс-прайса, вот он выключен, вот включён, и просто вот так за такую защёлку я его цепляю на ошейник, и когда Ева вечером гуляет, когда я её спускаю с поводка, я просто включаю фонарик и вижу, где она находится, потому что в кустах там по вечерам её частенько не видно. И вот вы видите наш второй комплект, этот ошейник чуть тоньше вот этого, ничего лишнего, никаких страз, просто обычный коричневый ошейник, и здесь он внутри, кстати, мягкий, а вот этот нет, и мне кажется, это лучше, когда внутри ошейник мягкий. И поводок от этого ошейника вот такой тоненький, и если поискать, то такой поводок можно найти реально за рублей 140, например, у нас в Саратове, но мне, к сожалению, не везло, я их покупала гораздо дороже, а мой папа где-то находил такие прям по супер дешёвой цене. Ева всё это задолбала, и она решила просто лечься попой на мою подушку. Сапа. Сейчас мы с тобой доснимем, пойдём гулять, да? Так, ещё хочу вам показать, ребят, пока она так мило моргает, мигает, хочу показать вам ещё кое-какие медицинские штучки, и да, для этого мне надо идти на кухню. Так, ребят, мы переместились на кухню, хочу вам показать кое-какие сначала банные принадлежности, прежде чем лекарства вам буду показывать. В общем, это шампунь, который я сейчас использую для Евы, называется он Perfect Coat. Гипоаллергенный, без запаха, хотя вот в этой серии мне продавец объяснил, что есть шампунь с запахом, типа, можно выбрать, чем вы хотите, чтобы пахла ваша собака, бананом, клубникой, там, не знаю, сливой. Мне кажется, это полный бред, потому что собака должна пахнуть собакой или, во всяком случае, ничем. Также у меня есть вот такие капли для ушей, не помню, где я их заказывала, где-то в интернете, или просто покупала, в принципе, можно без этих капелек обойтись. Это просто лосьон для чистки ушей, вы капаете в каждое ушко несколько капелек и потом просто протираете ватным диском. И также вот эта зубная паста, и к этой зубной пасте шла еще вот такая зубная щетка, с одной стороны она вот такая маленькая. В общем, с другой стороны из колпачка она стала у меня вот такая какая-то плоская, но на самом деле она распрямляется, да, когда вы ее мочите. Она достаточно длинная, также в наборе вот такой напальчник, которым можно, в принципе, тоже собачке чистить зубки вместо этой щетки. И вот, в заключении хотела вам напомнить, что уже наступила весна, уже первое потепление, так что не забывайте как-то обработать вашу собачку или даже кошечку, также не забудьте, каким-то средством от блох и клещей. Я в основном всегда выбираю Advantix. И также от всяких паразитов, которые могут быть в животе, это тоже таблетки, в общем, от глистов. Да, ребят, самое главное, с чего мы начали, и я вам вначале так показала, но не дорассказала. В общем, это такое поросячье копытце, я всякие такие штучки, я ведь часто покупаю. Ну, не часто, но периодически, да, ушки там или пятачок, или еще что-то. Конечно, это ужасно, с одной стороны, выглядит, это сушеная такая часть, да. И, да, зоозащитники могут сейчас, наверное, ругаться на меня, но собака по своей сути плотоядная, ей никуда от этого не деться, и она питается тем, чем ей, в общем, предназначено питаться мясом. Травку она кушать, конечно же, не будет. Вот такой вот у меня тут бардак после съемок про Еву. Да, Ева? И давай что-нибудь покажем на прощание всем. Ну-ка, сидеть. А, ты засвеченная у меня какая-то. Давай, крутись. Сидеть. Оп. Ай, ты молодец мой. Лежать. Лежать. Сидеть. На, молодец. Все. Так что, ребят, на сегодня это все. Такое видео у меня про Еву получилось, и надеюсь, вы не будете нас. Особо, строго судить. Я вообще устала, пока я ходила тут по квартире с телефоном, с камерой. Рылась там в ее вещах, и я жутко это как-то не то, что напрягала, но думаю, что такое, что происходит. Видите, да, она уже как убирающий лебедь у меня тут легла и засыпает. И нам еще сейчас идти, кстати, гулять по расписанию уже пора. И да, я очень сильно надеюсь на вашу поддержку, на ваши комментарии. Если вы еще не подписаны, то, конечно же, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Я буду стараться чаще вас радовать именно такими Евиными видюшками. И да, помните, что мы вас очень сильно любим. Да, Еву. Еву очнись. Реально, очень сильно вас любим. И до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok